Ну и вот еще один вопрос такой на актуальную тему. Сейчас идет, называют ее чисткой. Центробанк вроде открещивается, говорит, что это не чистка, это, как говорится, плановые проверки банков и так далее. Но, тем не менее, за последние буквально месяцы, тут уже со счета, по-моему, все сбились, я насчитал 25 банков вообще за год. Кто-то считает там больше, кто-то меньше. Да, за год, наверное, больше. Но с каждым днем все больше и больше, потому что регулярно, каждую неделю, причем пачками, так это по два, по три, они отзывают. Вот эта чистка, она как отразится на людях в первую очередь? То есть, ну, вопрос такой, первый вопрос, с чем она связана, эта чистка? Все-таки это зачистка банков по каким-то там своим критериям ЦБ или это плановые проверки? И у нас действительно столько много плохих банков, которые работают неправильно и так далее. Вы знаете, я думаю, что это никакая не зачистка. 11 лет тому назад, когда представил президент нового председателя ЦБ, Игнатьев, Игнатьев должен был в Думе доложить, что он собирается делать. И вот он к моему ужасу пообещал улучшить надзор. К ужасу, потому что я с ним очень давно знаком, он был студентом того факультета, где я преподавал все время. Ну и по работе я уже был с ним знаком. И я к нему относился, и до сих пор отношусь, с очень большой симпатией. Мне очень было страшно, что он понаобещает и не сделает. Он сделал, он очень существенно улучшил надзор, не до такой степени, как хотел. И он об этом честно сообщил в длинной-длинной статье, опубликованной за две недели до его ухода в отставку в одной газете. Очень откровенно объяснил, чего ему не удалось сделать. Так вот, в процессе налаживания надзора он отозвал лицензии, заметно больше, чем в этом году было отозвано. Я думаю, что он порядка 300-400 лицензий за 10 лет отозвал. То есть, в среднем он отзывал 30-40 лицензий в год. То есть, приблизительно с той же интенсивностью, с которой сейчас отзываются. Но, конечно же, Эльвира Набиулина вовсе не обязана быть вторым изданием «Игнатьева». Она к нему относится с очень большим уважением. И мне это очень приятно. Он член Совета директоров Центрального банка. Совет директоров – это, так сказать, высший орган управления Центрального банка. Значит, она свое уважение трансформировала в такой административный акт. Следовательно, она тем самым подчеркнула, что она продолжает его политику. Но еще раз повторяю, она же не обязана быть и не может быть вторым изданием «Игнатьева». У нее свой характер, свой темперамент, свой круг людей, на которых она опирается. Я думаю, что когда президент ей предложил должность, она спросила его, получит ли она поддержку от президента. Думаю, что президент ей эту поддержку обещал. И думаю, что он ей предоставляет. Потому что она отозвала несколько лицензий, которые, мне кажется, отозвать было непросто. Потому что, с другой стороны, все время какие-то сильные в административном плане люди сопротивлялись. Она преодолела это сопротивление. Но я не думаю, что какая-то сейчас миссия осуществляется типа зачистки. Более того, как это не грустно мне сейчас сказать, Центральный банк, всякий раз отзывая лицензию, нарушает закон ровно в противоположную сторону от той, в которую его пытаются обвинить. По закону, я рукой в свое время вписал в такую поправку, отозвать лицензию Центральный банк обязан, если относительная достаточность капитала спускается до 2%. Что такое относительная достаточность капитала? Это дробь, где, ну, чуть-чуть упрощаю, в числителе стоит капитал банка, то есть те средства, которые принадлежат собственникам банка, а в знаменателе стоят активы, то есть, грубо говоря, все те деньги, которые отдано кому-то в кредит. Значит, эта дробь должна быть 2%, и в этот момент уже банк обязан отозвать лицензию. Но если эта дробь 2%, то в числителе стоит что-то отличное от нуля, большее нуля. То есть, капитал существует. Не было случая, чтобы после отзыва лицензии не оказалось, что капитал отрицательный. То есть, банк проел свои собственные деньги и еще откусил деньги граждан, которые ему доверили банк. То есть, не то, что Центральный банк зверствует, он слишком медлителен. Всегда слишком медлителен. То есть, обвинять его в том, что он как-то очень грубо стал обращаться с коммерческими банками, неправильно. Ну вот, в частности, в отношении мастер-банка, его уже на протяжении последних лет, наверное, у него уже эти были проблемы. В частности, в прошлом году капитал у него уже был в минусе. Однако, он терпел, пока не пришла к Набиулину, получается так. И, в конце концов, несмотря на 30 миллиардов вкладов, которые... Я это объясняю тем, что было такое административное сопротивление. Ну вот, это, как раз, тот случай, о котором вы говорили, наверное, когда сопротивление было сделано. Я думаю, что так, да. Я не могу расписываться за Центральный банк. Разумеется, последняя правда будет опубликована в воспоминаниях Набиулиной, когда она уже выйдет в отставку через 30 лет, начнет писать воспоминания. Но я могу высказывать предположение. Мое предположение такое, что было сопротивление. И Игнатьев пытался его сломить, что из статьи видно, из его очень откровенной, благородной, я бы сказал, статьи видно. Но не смог. Но уверен, что он сейчас Набиулиной помогает сопротивление такого типа преодолевать. Вот, кстати, Игнатьев перед уходом очень много говорил на тему того, что в России действует организованная финансовая группа, которая имеет разветвленные сети и так далее, то есть, которая занимается вот этими всеми отмывочными операциями и прочим переводом. То есть, вот, может быть, каким-то боком эта чистка касается и вот этой финансовой группы. Похоже. Она же должна быть известна, на самом деле. То есть, у Центробанка, в принципе, есть все каналы, чтобы проверить эти все операции. Он должен их видеть и знать. Похоже на то. Еще больше каналов у финразведки. Не зря же Скобелкина, видимо, взяли в ЦБ, потому что он же финразведчик, он же все это знает. К сожалению, и Центробанк, и Финразведка, и Скобелкин в частности, работают в среднем, по моим представлениям, лучше, чем другие властные органы в нашей стране. И создается такой анекдот. Условно говоря, Игнатьев сообщает что-то в финансовую полицию. Финансовая полиция проверяет, убеждается, что действительно есть нарушение. Но она финансовая полиция, а не простая полиция, поэтому наручников нет у нее в обиходе. Она обязана сообщить в обычную полицию. Обычная полиция медлительно, но просто до невозможности. Я сейчас лучший специалист в мире по нашей полиции. У меня украли дачу. Оказалось, что ни на третий, ни на десятый, ни на тридцатый день невозможно возбудить уголовное дело, хотя Уголовно-процессуальный кодекс этого требует. И анекдотическим образом нельзя получить отказ в возбуждении. По кодексу либо возбуждение, либо отказ. В моем случае, конечно, возбуждение, потому что если я заявляю, что у меня украли дачу, либо я лгу, и тогда я преступник, либо я говорю правду, и тогда те преступники, кто у меня ее украли, тем не менее возбудить не удается. Вот такая недееспособность полиции, конечно, очень вредит работе и Центрального банка, и бывшим коллегам Скобелкина. Ну вот еще в связи с этой чисткой возникают такие вопросы. То есть поднялась эта тема тоже после отзыва Мастер-банка в основном. Такие крупные суммы выплат, которые АСВ приходится брать на себя, не приведут ли они к тому, что вот этот фонд АСВ, выплат, кончится, и нечем будет выплачивать людям деньги. Люди начали беспокоиться уже о том, что вот эти 700 тысяч, которые сейчас они по закону получают, они могут не получить в связи с тем, что денег не будет, а бюджет на эти деньги, в смысле, на эти деньги давать не обязан. Нет, это совершенно невозможная ситуация. Вот почему. Потому что в законе черному по белому написано следующее. АСВ выплачивает это до 700 тысяч рублей и после этого становится в очередь за тем, что осталось за душой у того банка, за который произведены выплаты, вместе с гражданами. Вот в первую очередь за деньгами становятся АСВ и граждане. Если у гражданина было больше, чем 700 тысяч, он имеет шанс эту добавку получить в процессе банкротства банка. Как правило, ну, честно говоря, не могу вспомнить исключения. А сейчас банки все-таки банкротят так хорошо, что на первую очередь денег либо полностью хватает, либо почти хватает. То есть уже просто в процессе банкротства АСВ восстанавливает свои потери. Ну и кроме того, АСВ ведь каждый квартал от каждого банка получает дополнительные деньги. Так в законе написано, собираются деньги все время. Ну и, наконец, законодатель был очень осторожен, но без ложной скромности скажу, что мое занудство здесь оказалось очень полезным. Я настаивал на том, чтобы было много-много-много линий обороны. Вот первая линия обороны – это сбор денег с банков. Вторая линия обороны – это первая очередь за деньгами у обанкротившегося банка. Третья линия обороны – если АСВ чувствует только, фактически этого еще нет, это чувствует, что вот предстоят отзывы, ему может не хватить на выплату сиюминутно, так называемый разрыв будет финансовый, то можно увеличить сборы с банков до двух раз можно увеличить эти сборы. Если вдруг покажется, что этого недостаточно, можно взять кредит у Центрального банка, и это мгновенно. Если покажется, что этого недостаточно, можно взять деньги из бюджета у АСВ, на это есть право. Так вот, ни одной дополнительной оборонной вот этой возможностью АСВ никогда не пользовался. Наоборот, за все время существования, почти 10 лет, АСВ только снижал сборы с банков. То есть, АСВ действует очень эффективно. Ну, то есть, людям объяснить можно проще, что АСВ и банковская система – это сообщающиеся сосуды, вода. Сообщение в том смысле, что текут в АСВ, а не в АСВ. То есть, вода в нем никогда не забьется проще. Ну, опять же, в связи с вот этим отзывом банковских лицензий, возникла еще одна такая тема у людей. Многие спрашивают, говорят, а если у моего банка я взял кредит, а если у моего банка заберут лицензию, то значит, я никому ничего не буду должен и радуется. А другие говорят наоборот, начинают переживать, если у моего банка заберут лицензию, это что тогда, как мне заставят вернуть? Так вот, все-таки радоваться или переживать надо? Ну, не надо ни радоваться, ни печалиться. Ну, крошечная, маленькая радость есть от того, что пока суть до дела, пока принимается решение о том, кому надо будет возвращать кредиты, вместо того, чтобы возвращать обанкротившемуся банку. Проходит там месяц, иногда два, и это, получается, такие каникулы для выплат, за которые, конечно, не берут никаких штрафов и пений. Но такие каникулы бывают редко, иногда вообще не бывает каникулы, если АСВ быстро решает, кому надо платить. Но платить точно надо будет. Я знаю. Ну, и вот то, о чем говорили тоже постоянно, о платежных терминалах, которые подпитывают нашу теневую систему финансовую, через которую проходит масса денег, какие-то законодательные подвижки в этом отношении появились? Вы знаете, подвижка произошла тогда, когда принимался закон национальной платежной системе. В первом варианте, в чтении мы проголосовали, я был депутатом тогда, мы проголосовали за то, чтобы запретить небанковские терминалы. Во втором чтении откуда-то появилась поправка, которая разрешила снова эти терминалы. Это, конечно, крайнее безобразие. Это безобразие в большей мере, чем обычно говорят люди. Люди говорят, вот нехорошо, отмываются деньги, там уводятся куда-то деньги. Виктор Петрович Иванов, который у нас борется с наркотиками, в свое время меня обучил такому термину и понятию бесконтактной продажи наркотиков. Оказывается, когда появились эти терминалы, появилась возможность продать наркотики так, что ни покупатель, ни продавец друг друга не видят. Покупатель через терминал платит на тот счет, который ему как-нибудь сообщили, либо просто друзья сообщили, либо по интернету откроете, в интернете забейте слова бесконтактной продажи наркотиков. Вывалится невероятное количество предложений, куда надо заплатить. Человек платит и через некоторое время получает информацию, ну скажем, смс-ку на телефон, найди, возьмешь там-то, там за щитком в таком-то подъезде такого-то дома. И, конечно, для Иванова, Виктора Петровича Иванова, это стало, ну просто, новой невероятной нагрузкой. Невозможно провокации, нельзя, чтобы полицейский, наркополицейский, схватил мерзавца-продавца за руку, потому что руки никогда не видно. Вот этот страшный новый наркотик, который называется крокодил, на основе КДИНа стали делать, он появился, потому что с новой этой возможностью продажи бесконтактной очень увеличился спрос. Те люди, которые раньше боялись покупать наркотики, потому что контакт с этим бандитом, который продает наркотик, страшен сам по себе, они расслабились и стали покупать. А если спрос увеличился, увеличили сцены. И застарелые наркоманы вынуждены были искать какой-то новый способ, дешевый способ удовлетворить свою потребность. И был найден вот этот страшный способ. Ясно. И еще одна тема, которая тоже у нас достаточно остро стоит, микрофинансовые организации. Их вроде то разрешают, то закрывают, то они действуют законно, говорят, то говорят, что они вне закона начинают их, как говорится, пытаться закрывать. Сейчас в итоге они вроде бы как действуют законно или незаконно. Они создали ассоциацию свою, насколько мне известно. С микрофинансовыми организациями, точнее с законом о микрофинансовой организации была допущена логическая ошибка. Беда находится в одном месте за углом, а ищем под фонарем, как обычно. Что за углом? За углом 42-я глава Гражданского кодекса. 42-я глава разделяет два понятия. Кредит и заем. Кредит только под контролем, заем кто хочет, когда хочет и без всякого контроля. Надо было изменить 42-ю главу. Вместо этого, не трогая 42-ю главу, параллельно создали новый закон о микрофинансовых организациях. На мой взгляд, не очень удачный. Но главная беда состоит не в том, что он не очень удачный, а в том, что он не закрыл ту дыру, которая присутствует. Вот объявление в метро написано абсолютно корректно. Там вот эти полтора процента в день, 45 процентов в месяц. А снизу мелкими буквами написано правильно, что они работают на основании 42-й главы Гражданского кодекса. Вот что надо было запретить. Микрофинансовые организации разные. Микрофинансовых в смысле этого закона, теперь по закону, называть себя микрофинансовой организацией может только та, которая включилась в так называемый реестр. То есть она о себе заявила. Надзора за ними, к сожалению, пока нет. Я надеюсь, что Центральный банк в конце концов наладит надзор. Он теперь мегарегулятор. То есть он все должен регулировать. Пока этого нет. Пока организации очень разные. Их уже, по-моему, 4,5 тысячи в реестре. Только ничтожная часть из них подает какие-то признаки жизни. В том смысле, что отчет от них можно получить. Но, как всегда, люди разные. Есть мошенники, а есть такие, которые хотят быть респектабельными. Среди микрофинансовых организаций есть такие, которые стараются показать, что называется, товар лицом, которые пытаются вести себя достаточно честно и благородно на рынке. Несколько микрофинансовых организаций присоединилось ко мне как к финансовому омбудсмену. Если возникают какие-то конфликты с их заемщиками, и я считаю, что заемщик прав, обращаясь к микрофинансовым организациям, как правило, они идут мне навстречу. Это очень хороший признак. Но таких организаций очень мало, к сожалению. В частности, Мамута, я с ним общаюсь постоянно, он организовывает, вокруг себя организовал. Он пытается, да. Он пытается, да. Он пытается это сделать. Я по мере сил стараюсь ему помочь. Но, тем не менее, вот противоречия в законе остаются. И эти противоречия, конечно, надо исправить. Сейчас надежда на Набиулину уже не в качестве председателя Центрального банка, а в качестве мегарегулятора. Они теперь ему подчиняются все. Теперь она должна взять это под свой контроль. Ну и последние вопросы по банковской тематике, которые актуальны в последнее время, это коллекторы. Да, он всегда, собственно, был актуален. А так как сейчас у нас просрочка будет расти, соответственно, коллекторы опять выйдут на первое место. Хотя сейчас у многих банков свои коллекторские службы существуют, колл-центры. Но, тем не менее, все равно большая часть, в том числе и недавно Сбербанк, значительную сумму передал коллекторским агентствам. А закон о коллекторах, которого сдали, так и нет. К сожалению, закон о коллекторах был написан, дай бог в памяти, лет 5-6 тому назад я принимал в этом участие. Да, вот я помню, что вы принимали участие. Да, один мой ученик просто, что называется, своей рукой водил. И написали неплохо. И, что очень важно, вокруг этого закона объединили некоторое количество коллекторских агентств. Тоже таких, которые стремятся на рынке вести себя достаточно благородно. К сожалению, до сих пор не принят. Но, кажется, сейчас правительство все-таки вздрогнуло. Действительно, вы правы сейчас себе дороже тянуть с такого рода законами. И здесь, и на этом рынке положение такое же. Несколько коллекторских организаций присоединилось ко мне как к финансовому муцмену. То есть, если я прошу их... Часто бывает так, что обратившийся человек юридически никаких прав на послабление не имеет. Но с моральной точки зрения... Он может быть тысячу раз виноватый. Набрал кредитов, расплатиться не может, но он заболел. Мы это проверяем. Если человек тяжело заболел, мы не пишем в коллекторское агентство, «Дорогое коллекторское агентство, ты не имеешь права с него брать деньги». Мы пишем по-другому. Не мучайте этого человека. Он виноват, да. Он набрал там 20 кредитов, но он точно не может расплатиться. У него первая группа инвалидности. Пожалейте его. Вот надо отдать должное коллекторским агентствам, которые присоединились. Уже было несколько десятков случаев, когда они простили все. То есть, не то, что пени, штрафы, а даже и тело долга. В том случае, когда мы, аккуратно проверив, утверждали, что человек просто не дееспособен, с него ничего не возьмешь. Ясно. И в связи с этим же тоже завершение закона о банкротстве физических лиц, которые вроде бы так начали форсированно с подачи президента принимать. Потом, как в очередной раз остановились, в итоге он сейчас опять завис, в непонятном состоянии. Вот что с ним происходит, что он дал бы людям, то есть нужен он сейчас вот в этой ситуации. Настаивил на том, чтобы этот закон был принят. Были поставлены очень жесткие сроки. Где-то в сентябре, кажется, прошлого года, в сентябре прошлого года закон фактически был написан, но почему-то он никому не был нужен в это время. Сейчас закон, на мой взгляд, написан неплохо. Вот 2-3 дня тому назад, 4 дня, может быть, тому назад было совещание в Совете Федерации, в профильном комитете обсуждались уже детали этого закона. И это хороший признак, когда не в принципе, а детали обсуждаются. То есть, по-видимому, дело на мази. Правда, одновременно же идет закон о финансовом обучении, он немножко по-другому называется. Вот, к сожалению, я уже охрип, всем говорю, друзья, дорогие, принимаются два однородных закона. Один, который должен решить проблему с заемщиком, который попал в тяжелую ситуацию, не может расплатиться, и это закон о банкротстве. Но другой-то закон о финансовом омбудсмене, тоже о человеке, который попал в трудную ситуацию, и не может расплатиться. В чем разница-то? А разница в уровне задолженности. Если задолженность большая, нужно о банкротстве, потому что там суд, анализ, изучение, привлечение экспертов, дорогая процедура. Если задолженность большая, есть смысл потратить деньги, для того, чтобы точно понять, какая задолженность. Если задолженность маленькая, нужно отдать это дело омбудсмену. Он не очень точно, не будет, блоху, что называется, вылавливать. А из соображения здравого смысла, проблему решит. Почему вы эту границу общую не установите? С тем, чтобы ниже этой границы омбудсмен, там, скажем, 300 тысяч рублей долга, ниже границы омбудсмен, выше границы банкротства. Все соглашаются, но никак эту общую границу установить не удается. По поводу этой границы общей, насколько можно понять, и происходят основные споры. То есть, кто говорит от 50, кто говорит от 300, и средину золотую найти. И всякий раз, когда я в этот спор вмешиваюсь, и говорю, что проблем это нету, потому что идут параллельно два закона. Ну, вы хоть 300, хоть 200, хоть 500. Установите, но только общую границу. И тогда все задачи будут решены. И для маленьких должников с маленькими суммами, и для больших должников будут решены. Вот все, что надо сделать. Еще раз повторяю, хоть бы кто-нибудь возразил. Никто не возражает, но никак эта проблема не решается. Ну, то есть, то, что выше, возьмет закон тогда о банкротстве. Конечно. То, что ниже, возьмет омбудсмен. И все, и все поле будет покрыто. Ну, вот там еще один есть спорный вопрос в этом законе, вокруг которого тоже много было споров о том, что банкроту, у которого и так нет денег, по закону придется содержать внешнего управляющего. Слава Богу, от этого отказались. Отказались? Слава Богу. Долго это тоже я всех убеждал, что это невероятная глупость. Отказались, слава Богу. Ну, и перспектива какая все-таки, по вашим ощущениям? То есть, вы как депутат? Ой, вы знаете, я бывший депутат. Бывший депутат, да. К сожалению, здесь довольно трудно эта кухня. Кухня настолько непрозрачна, что трудно подгнозировать. Вы знаете, не было бы счастья, да несчастье, кажется, помогает. Очень ухудшается общая экономическая ситуация. Вот то, с чего вы начали. Ухудшение задолженности людей. Это связано с ухудшением экономической ситуации. И правительство, кажется, понимает, что хотя бы эту сторону проблемы надо решить. Ведь финансовый омбудсмен или закон о банкротстве физических лиц это такое симптоматическое лечение. Причину эти законы не лечат. Они лечат последствия. Но часто укол такого обезболивающего спасает человека от шока. И он не умирает. А потом его уже можно лечить по-настоящему. Так вот, обезболивающее нужно. Но при этом, конечно, надо еще и настоящее лекарство готовить. Надо экономику подтянуть, в конце концов. Но проще, конечно, начать с обезболивающего. Кажется, это правительство понимает. И я думаю, что все-таки законы будут эти приняты. Спасибо, Павел Алексеевич. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова